здравия желаю сегодня поговорим об измерениях электричество ваттах киловаттах вольтах амперах можно ли ими мерить тут немного было упреков ты не так мере что давайте разберемся что такое допустим возьмем google вот на google и напишем вольт что такое вольт разберемся чему он равен вот пожалуйста 1 вольт равен метр квадратный на килограмм так запишем вот тетрадка вот ведь это вольт метр квадратный на килограмм помножить на с минус 3 на минус 1 вам не кажется это бред пока не кажется хорошо давайте дальше что такое ватт давайте разберемся ватт равен вот пожалуйста килограмм метр копировать тоже сюда положим вот у нас ватт видите ватт опять килограмм помножить на метр квадрате разделенные на с до секунды в третьей степени видите как так и последнее что такое ампер ампер разберемся это все не я придумал ампер сила не изменяющая тока который пропорождение по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади в общем это бред а что конкретно ампер равен на 1 метр 2 в 10 в минус 7 ньютона что же бред бред запишем и узнаем что такое ньютон вот ньютон ньютон чему равен 1 ньютон равен опять таки килограмм на метр сантиметров копировать видите чё у нас вышло билиберда вольт равен метр квадратный квадратного метра не существует в природе вы прекрасно это понимаете и прекрасно понимают эти рептилоиды ученые опишут свое есть кубок кубический метр то есть это уже билиберда килограмм существует эталон килограмм принимаем дальше помножить на секунду минус 3 секунду тоже принимаем и помножить на а минус 1 это вообще какая-то билиберда то есть чему равен вольт неизвестно килограмму получается то есть у нас остается из всего вот этой билиберды килограмм чему равен ватт опять килограмм понимаете чему равен так ампер 1 метр 1 метр метр тоже не существует все в трех измерениях равен он ньютоном а ньютон опять равен килограммом видите из этого остается килограмм так хорошо хорошо значит они меряют килограммами тогда скажите зачем они значит умножают ампер на вольт чтобы узнать ватт если тут килограмм если тут килограмм если тут килограмм это ж бред это вот такое рептилоиды дают нам знания такие хорошо пусть килограмм перемножается хорошо что мы будем как мы узнаем энергию по весу у нас остается в остатке только измерение килограмм вот на килограмм если талон сейчас напишем что такое килограмм килограмм мера веса то есть это вес килограмм единица в общем вес равна весу международного прототипа вот она то есть вот это вот килограмм то есть килограмм понятно что так хорошо килограмм нам понятно а как килограммами мерять энергию вот так на весах померим энергию как вы померите попробуйте а как же энергия измеряется энергия измеряется единственное измерение энергии это тепло а тепло чем измеряется температурой скала температуры есть цельствие кельвина правильно правильно значит получается у нас мерить надо температуру вот на этой лампочке я принесу градусник вчера я показывал с КПД и померяю а вот это вот у меня этот самый обогреватель вот он на 2 киловатта и померяем вот здесь вот на выходе померяем и вот здесь на выходе то есть замеры можно осуществлять градусником а больше ничем не осуществишь вот эти вот все вольты амперы это ложные измерения единственное что они по этим измерениям подогнали значит чтобы не спалить то есть это как бы это как бы относительно то есть измерение относительно вот как бы одна у меня палочка допустим и мы меряем двумя палочками тремя три палочки вот например как определить значит мощность на выходе вот как определить допустим одна лампочка светится допустим на входе от этого напряжения вот только я как определял а на выходе у меня светится 6 лампочек а яркость одинаковая и тепло можно измерить возле лампочек тоже одинаковая на 100 ватт это даже рукой видно то есть измерение значит происходить на напряжение на тепло на яркость лампочки на скорость вращения двигателя и сколько этот двигатель может сколько тянуть или допустим он тонну тянет или две тонны то есть у нас остается измерение значит скорость килограмм ну на энергию мы не применим скорость остается у нас на измерении и тепло потому что килограмм разные как мы можем килограммами мерить если килограмм есть ваты есть килограмм пуха есть килограмм чугуна если килограмм пуха упадет на голову ничего не будет если килограмм ваты может быть� маленькая Маленькая шишка, тоже ничего не будет Килограмм пуха вообще ничего не будет Или килограмм воды Выльют, она растекется То есть Еще значит плотность Значит надо учитывать Плотность Вес Плотность, вот так и запишем Вес Плотность А в чем мерится плотность? Давайте разберем Плотность Плотность Измерения Так, как мерим плотность? Вот Значит Плотность находится Значит Конкретно ничего здесь нет Видите? То есть плотность тоже они не могут мерить Отношение массы К объему Это тоже неверно Это неверно Потому что Есть маленький объем И маленькая масса А вес большой То есть То есть это неверно Должно быть мера А где мера плотности? Вот даже Задаем вопрос В чем измеряется плотность? В чем Измеряется Плотность? Плотность измеряется Ничего не пишут Потому что не знают Опять то же самое Объем значит Вес и объем Объем у нас измеряется в кубометрах В кубометрах Понимаете? А здесь что написано? А здесь метры Квадратные которых нет То вот надо и мерить в кубометрах Кубометры И вес И нагрев Вот что остается Значит вес Плотность И объем В кубометрах Вес в килограммах Плотность в объеме На метр И еще конечно Температуру Температура Чем меряется температура? Давайте разберем Температура Измерения В чем измеряется температура? В градусах Чему равен градус? Чему равен Один градус Температура Так По Цельсию Нам это больше знакомо По Цельсию По Цельсию Вот Градус Цельсия Чему он равен? Один градус Цельсия Равен Одному Кельвину А чему равен Кельвин? Так Один Кельвин равен Термодинамической точке Температуры Тройной почки воды Это вообще бред Видите как вот Как вот мерить-то? Ну ладно Мы примем эти градусы Потому что они Относительные Как бы Хотя там тоже Белиберда Полная То есть и температуру Будем мерить Ну ладно Поэтому Там Сходится Почему? По ощущениям Сходится Холодная Горячая И градусы Поднимаются Поэтому можно мерить По градусам Хотя там тоже Белиберда Значит измерять будем Вес Плотность Объем в кубометрах И температура Но это сложно Постоянно мерить Такое Значит проще нам Мерить температуру Мерить температуру Потому что Энергия возникает От Нагревания От температуры А температура Нагревания Вызывает Движение Так как Меняется Плотность Тел По закону Архимеда Вот И возникает Движение Значит Мерить будем Все Не по вольтам Теперь А по Температуре То есть Я закуплю Градусник Чтобы Эти Рептилоиды Заткнулись А это Вот То что Вольт Ватт И ампер Вот еще не разобрали Это билиберда Но это бы Ладно Можно было Там понять Что Вот тут Вольт больше Вроде как И сильнее Как бы Например На амперах Там не сходится Может быть Ампер больше А Мощность Одна и та же Если Напряжение Меньше Ампер больше То есть На амперах Не сходится Понимаете Остается Вот Мерить Температуру Мерить Скорость Температуру И полезную Работу Например Сколько Лампочек Горит И мерить Это вот Еще Освещенность Можно Хотя Если Как говорится Оно горячее Оно светит Ярче Это понятно То есть Мерить остается Только можно Температуру Как я сказал Поэтому Дальнейшие Измерения Будут Проводиться С применением Температуры И тогда Будет Все Точно Хотя Тоже Не совсем Потому что Температура Тоже Не понять Че У них Единственное У нас Остается Вес Продолжение следует